Мир все больше сосредоточен на новом вызове современной медицины, редких и уникальных заболеваниях. Доказательство тому – сегодняшняя встреча пациентов с редкими заболеваниями, с врачами-электорами из Санкт-Петербурга и Франции. Встреча с международным участием прошла в рамках второй молодежной научной конференции «Генетика и здоровье». Участники обсудили законодательные аспекты, а также современные методы диагностики, лечения и профилактики наследственных заболеваний. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Сегодня в мире выявлено порядка 7 тысяч различных видов редких заболеваний. 80% из них носят генетический характер. В Якутии на первом месте среди наследственной и врожденной патологии, по данным генетического регистра, находятся болезни нервной системы. Специально для практикующих врачей с лекцией на эту тему приехал специалист из Франции. Я приехал обучить неврологов и педиатров диагностике нервно-мышечных заболеваний. Они встречаются в детском возрасте чаще всего. Это спинально-мышечная атрофия, метанические дистрофии и так далее. По словам местных генетиков, в республике распространены те заболевания, которые в мире считаются редкими. Например, ими был выявлен местный ген 3М – якутский синдром низкорослости. Характерен этот 3М-синдром низкорослостью. То есть дети вырастают максимум до 130 сантиметров, получается. Но пропорционально сложенные, получается, дети. Ну, особых таких вот нет у него характерных там отклонений. Как бы просто низкорослость идёт. Сейчас должны работать, конечно, во-первых, это предупреждение рождения детей с такими болезнями. Значит, должны выявлять семьи, носителей вот этих вот мутаций. И постараться, вот хотим как раз во время этой конференции проговорить ещё о возможном там лечении. Каждое лекарство для человека с редким заболеванием стоит от 100 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц. Чтобы получить квалифицированную помощь в столь дорогом лечении, пациенты должны знать законы. Об этом на встрече с родителями и детьми, которые страдают редкими заболеваниями, рассказала директор Центра помощи пациента Геном. В России самое лучшее законодательство, которое касается пациента с редкими заболеваниями. Другое дело, что вот исполнялось бы это законодательство на местах, потому что понятно, что очень сложно его исполнять, потому что лекарство стоит очень дорого. Вот, и поэтому все, кого касается эта проблема пациента с редкими заболеваниями, они идут на всевозможные ухищрения, нарушения законодательства относительно редких заболеваний. Но для этого мы и созданы пациентские организации. Как сказано на встрече, проблема лечения пациентов с редкими заболеваниями выходит далеко за рамки медицины и экономики. Сложность вопроса заключена не только на уровне исполнения законов, но и изменения общественного сознания, так как жизнь каждого отдельного гражданина, вне зависимости от его диагноза, имеет абсолютную ценность.